Это Джек. После того, как его сбила машина, у него отказали задние лапы. И теперь передвигаться он может, только опираясь на передние. Эту собаку зовут Черныш. В приют «Право на жизнь» он попал после того, как его жестоко избили люди. У собаки выбит глаз, была пробита насквозь голова. То есть собака не ходила, ничего. Мужчины, которые помогали нам транспортировать с госветстанции и обратно, они просто плакали. Было заведено уголовное дело за жестокое обращение с животными. Были найдены лица подозреваемые, но, как обычно, закон есть, а движения в этом законе нет. Не так давно были найдены новорожденные щенки на помойке. А этот пёс Макс, он слепой. Его хотели усыпить из-за того, что его хозяйка умерла. И таких историй здесь ровно столько же, сколько собак, около сотни. Своё право на жизнь они получили в одноимённом приюте, благодаря его неравнодушным хозяйкам. Раньше приют работал на муниципальном контракте, однако заключать его на будущий год не планируется. Глава администрации Медвежегорска Максим Антипов объяснил это тем, что право на жизнь не выполнял условия договора. Непонимание возникло от того, что всё-таки вот те договорные обязательства, которые нужно было выполнить, не совсем выполнялись так, как положено. Собаки не чипировались, собаки не стерилизовались, не отпускались. Из-за этого сейчас на данной площадке у нас более 100 собак. Но когда организация перестанет существовать как волонтёрский приют и будет выполнять функции согласно закону, а это отлов, стерилизация, вакцинация и возврат, многих собак придётся вернуть на улицу. Мы начали доказывать администрации, что нельзя выпустить животных в город, да? Нельзя даже поэтапно, потому что многие животные, они выросли в приюте. Они не подлежат выпуску, они с двухмесячного возраста росли на территории приюта, то есть в условиях приюта. И на улице они не выживут. Содержать приют, в котором собаки могут жить, администрация попросту не сможет. В этом случае закон устанавливает свои правила, которые выше человечности. Я прекрасно понимаю и про щенков, я понимаю, говорю, я сам к собакам отношусь очень трепетно. Ну, ведь это место не резиновое. Понимаете, что мы не можем всех собрать собак Медзурожского района и посадить в это место. Но это просто нереально. Что ждёт обитателей приюта, этот вопрос, к сожалению, пока остаётся открытым для сотни собак. Как поступить в непростой ситуации, попробуем узнать у законодателей и зоозащитников. Подробнее о том, как может сложиться судьба обитателей приюта, смотрите в выпуске Больших новостей.